Продолжение следует... 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 То есть вы считаете, что в принципе игра стоит свечи, Украине стоит… Я выступаю только за одну ситуацию, понимаете, вот мы говорим, что Европа не хочет Украину в своём составе, европейцы действуют очень бюрократически, очень скованно, но и вы тоже действуете очень скованно. Ну смотрите, я вам просто что бы мог возразить, если ситуация складывается таким образом, как вы говорите, допустим, гипотетически Верховная Рада признаёт новую границу, президент подписывает закон, начинается новая жизнь, мы прекрасно понимаем, что Владимиру Путину и его, так сказать, друзьям-коллегам Донбасс ни к чему, он им не нужен. Не нужен. Соответствующим образом цель войны для него окажется не достигнута. Абсолютно верно. Соответственно, война будет продолжена с новой силой, появятся ситуации ещё более опасные, чем сейчас, то есть когда он окажется на руках с Донбассом, но без достижения главной своей цели, то есть контроля над Украиной, будут исправлены гораздо более серьёзные силы давления. То есть это грозит эскалацией боевых действий. Я не спорю, но смотрите, давайте вот подходить к этому в неком процессе развития. Я же не говорю, что вы должны там завтра утром подписать все документы, объявить новую границу, но вы должны рассматривать рабочую гипотезу. И когда начинается такого рода движение, то противность нам будет рефлексировать. То есть сейчас Путин прекрасно видит дискуссию на Украине, понимает, что никто не отдаст данную базу. Пригрозите. И он абсолютно спокоен. Да, хотя вы пригрозите. Скажите, что мы запускаем такой процесс. Посмотрите за реакцией. Опять-таки, этот процесс не должен происходить, он должен происходить при двух условиях. Во-первых, вы даже очень чётко поняли, нет ли сепаратистских настроений в соседних регионах, например, в Хайкове. Может ли повториться Донбасская страна и в Хайкове. Если он может повториться, то лучше вообще это не начинать. Это нужно быть уверенным в том, что это действительно локализованный раз. Второе обстоятельство. Нужно понимать, что эта новая граница должна быть международной признанной. То есть должны быть гаранты, в лучшем случае, гораздо более продвинутой версии, чем в Будапеште, гаранты территориальной взаимности Украины, если такого рода происходит. По сути, вы предлагаете новую версию мирного регулирования. Да, мы не будем обсуждать там ни выбора, ничего. Мы этой территории уходим. Международное сообщество гарантирует нам чётко непростоянно территорию и военную помощь в случае агрессии с той стороны. Понимаете, такие действия подразумевают полный отказ от минских договорённостей. Потому что минские договорённости... Ну, секунду, я просто хочу договорить. То есть полный отказ от минских договорённостей. Сейчас все страны, и США, и Евросоюз, и Украина, и даже Россия подчёркивают, что минские договорённости – единственный путь решения этого конфликта. Соответствующим образом. То есть односторонний выход из минских договорённостей поставит Украину в положении изгоя, которому нельзя верить, который не придержится своих соглашений. Соответствующим образом будет реакция со стороны Запада в том числе. Обратите внимание. Минские соглашения подписаны были давно достаточно. У них есть срок до 1-го 2016 года. После 1-го 2016 года, это всё через 3,5 месяца, возникнет дилемма. Либо их продлевать, либо их как-то пересматривать, либо отменять. То есть они фактически закончены. Это предложение программы на определённый срок. Вы можете себе представить, что будет проведена новая граница с Россией, укреплена украинскими силами 1 января, а нет? А вы считаете вообще это удачным форматом? Что? Минские соглашения. Подождите, сейчас вопрос не в них. Вопрос в том, что вот коллега сказал, что если Украина из них выйдет, вы можете спокойно дождаться срока окончания их действий и сказать, ребят, не получилось. Давайте придумать какой-то новый формат. И в свою очередь у вас должны быть предложения этого нового формата. Ну вот как вы считаете, какого бы вы предложили? Нужно попытаться, понимаете, вы реагируете на действия России и пророссийских сил. Попробуйте сами предложить некую вещь, которая поставит их в тупик. Попробуйте переиграть. Понимаете, вот вспомним борьбу Советского Союза за мир в 70-е годы, да, при Громыка. Это была очень интересная выведенная борьба. Советский МИД предлагал определенные инициативы, которые заведомо не могли получить поддержку западной стороны. Но он с ними выходил, он создавал определенное в публичном пространстве представление об этих инициативах. И после этого в Германии и в Англии выходили статичные демонстрации против американских военных баз. Хотя заведомо было ясно, что предложения Советского Союза не могут быть приняты по определению. Попытайтесь предложить нечто такое, что выглядело бы колоссальной уступкой, но неприемлемой для другой страны. Понимаете, и Европа, и Украина слишком много реагируют на то, что делает Россия. Попытайтесь как-то сами что-то предложить, на что им придется реагировать. Вот сейчас весьма популярна такая идея. Мы пока подождем, пока вот эти минские соглашения действуют, мы переждем время, по сути дела. Но мы просто будем ждать, пока экономика России не достигнет такого низкого уровня, когда Владимир Путин или кто там принимает решение в Кремле, скорее всего, это и он, решит, что дороже проводить войну в Донбассе, продолжать войну в Донбассе, потому что, себе же дороже, потому что можно в результате лишиться всего, включая власть. То есть надежда на то, что там вызрют какие-то силы, которые смогут в том или ином виде провести переворот. Вот, о боже мой, я не советовал, но на это надеяться. Это, понимаете, во-первых, я уже даже не был комментирующим вопрос о перевороте, который я считаю абсолютно невозможным в той условии российско-политической верхушке, которая сложилась. Что же касается экономического, если вы надеетесь выждать не развалиться ли Россия экономически, прежде чем, так сказать, не развалиться Украина за войну в Донбассе, мне кажется, шансов очень мало. Потому что, объективно говоря, смотрите, Путин несколько раз как бы менял повестку дня и менял основной драйвер своего общения с обществом. Сегодня этот основной вектор идёт в том, что Россия находится под агрессией, фактически, западного мира, в жёстком противостоянии. Жёсткое противостояние русского государства агрессу или враждебной ситуации, извините, в холодную войну продолжало 40 лет. И говорить о том, что нам в 65-м году, что вот сейчас Советский Союз распадётся, из-за тяжёлой конфронтации, было бы очень самоуверенно, приблизительно сегодня есть то же самое. Мне кажется, что российская экономика имеет высокий запас прочности. Успешно проведённая, я так сказать, девальвация вызвала фактически сохранение рублёвых доходов бюджета, даже при упавших ценах на нефть. Опять-таки, не индексация зарплат вызывает недостаток денег у населения и ограниченность в тратах. Это провоцирует очень низкую инфляцию, с учётом того, какая экономика на сегодняшний день. Инфляция очень низкая. Поэтому я думаю, что бюджет не будет требовать серьёзный трат резервного фонда. Они тратятся, но не настолько, чтобы на следующий год он закончился. Я думаю, что до 2018 года в этой перспективе Россия выживает абсолютно безболезненно, при ценах 45-50 долларов за баррель. Поэтому ждать, что в обозримой перспективе на этом фронте что-то изменится, из-за того, что рухнет Россия, это... Понимаете, вот я ещё раз возвращаюсь к ситуации Брестского мира. Это был как раз такой случай, когда Ленин дождался краха Кайзерской Германии. Но это не тот случай сейчас. В России нет революционной ситуации. Ох, ну что ж. Будем тогда смотреть, чем закончатся вот эти Минские соглашения, к чему это приведёт, вернее, к моменту их завершения. Спасибо вам большое, что пришли на нашу студию. Спасибо за субтитры Алексею Дубу.